Когда я учился еще в начальной школе, у меня была маленькая игрушечная пожарная машинка. Мне в первую очередь она нравилась своим ярко-красным цветом, и о функциях ее реальной копии я даже не задумывался. Я даже не знал, как вызвать пожарных в случае беды. А ведь многих последствий можно было бы избежать, если бы каждый помнил о мерах безопасности и знал номер этой спасательной службы. Об этом и хотят пожарные рассказать школьникам. Урок ОБЖ для учеников школы номер 13 в станице Каменобродской прошел в непривычном формате. В этот раз в роли учителей выступили сотрудники пожарной части номер 129. За первый квартал 2021 года в стране увеличилась гибель детей несовершеннолетних в пожарах. Примерно около 40% увеличилось. Поэтому нашим руководствам дано распоряжение провести со школьниками в любых детских учреждениях лекции, беседы на тему того, что сократить гибель несовершеннолетних детей в пожарах. Мальчикам и девочкам рассказали о том, как правильно пользоваться электроприборами и что делать при возгорании и куда звонить. Кроме того, очень важно уметь спасти себя самому. Ученикам объяснили, что когда огонь совсем близко, оставаться рядом с ним нельзя ни в коем случае. Начинают прятаться куда? В шкафы, под кровати. А этого нельзя делать, потому что угарный газ, дым, задымление, все, ребенок там погибает. И когда пожарные приезжают, им тяжело его найти. И я им как бы объяснил, что нельзя паниковать. Но куда лучше все запоминается на практике. Детям для этого показали, как пожарная техника помогает справляться с условным огнем. Особенно заинтересовало школьников снаряжение пожарной охраны. Кстати, норматив надевания такой экипировки составляет менее 20 секунд. Детям на это понадобилось больше времени, но зато материал о пожарной безопасности они усвоили быстро. Какой номер пожарной службы? Строй на Сагин. Молодцы. Надеемся, школьникам понравился такой необычный урок ОБЖ. И они навсегда запомнят о правилах пожарной безопасности. Ярослав Лапин и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!